здарова народ с вами варчи в этом видео поговорим про эрленберг почему он был хороший почему он нравился людям почему его разработчики решили поменять во что он превратился и почему стал хуже и не нравится многим и мне в том числе и так эрленберг что это такое это зимняя карта с интересными флангами раньше и с неинтересными не играбельными флангами сейчас почему же переделывали эту карту вообще какой посыл в том что карта игралась по кругу и одна команда заезжала на одну сторону реки другая команда на другую сторону реки и все стояли смотрелись со своей стороны в речку все это был самый увлекательный геймплей и разработчики посчитали что он не нужен поэтому нужно что-то поменять на консолях речку просто сделали замерзший и сверху был лед по ней можно было ездить все проблема решена но наши пока бояре решили что мы карта делая от бога и превратили карту из той которая всем нравилась в это дерьмище которая ну я сомневаюсь что много кому нравится мне кажется что много кому она не нравится были интересные фланги и играбельные почему потому что фланги были из многих позиций из многих укрытий которые переходили друг в друга можно было плавно переходить в атаку или точно также плавно отступать от позиции к позиции и ты мог разыгрывать полноценное направление было где покимперить было куда атаковать где поиграть от башни была возможность отступить ты едешь на один или на другой фланг и ты играешь в игру полноценно поэтому и нравилась эта карта после того как ты поиграл полноценно фланг была возможность поехать в центр там была куча домиков всякие мостики там и укрытия можно было подсвечивать вражеский бугор на той стороне реки и получать стабильно высокий результат интересный бой где ты поучаствовал по всей карте во всех сражениях было классно сейчас во что превратилась эта карта они походу побороли бой который по кругу идет но как они его побороли они просто сделали оба фланга неиграбельными все съезжаются в середину и жмутся здесь в одной улице с дырявыми домиками и этот геймплей типа поменял заменил геймплей на флангах интересный геймплей на фланга заменили на драчню в одной улице а фланги стали неиграбельными потому что убрали множество играбельных позиций и укрытий и оставили одно одно два укрытия на весь фланг которые особо не защищают ни от чего и вот вы видите как всякие пупсики на фланге пытаются поиграть в игру но они просто умирают с середины вот и все единственное что можно делать на фланге это просто стоять и светить дырку откуда вылазят враги просто как затычка какая-то больше на флангах делать нечего не в атаку там некуда ехать не отступать нормально не получится поскольку замок допустим в открытом поле стоит вокруг него с одной стороны открытое поле с другой стороны открытое поле не подъехать адекватно ты не можешь не отъехать то же самое на другом фланге бугорочек он тоже стоит в открытом поле раньше что с одного фланга что с другого фланга и замок и бугры они были окружены еще буграми от которых можно было играть как от укрытия можно было падать в ложбинки в ямке и по яме подъезжать под следующий бугор играть от башни подъезжать отъезжать и в начале и в конце фланга были места где можно покемперить с куста фланги были полноценным играбельным местом где можно было поиграть в игру с разным геймплеем и на разных типах танков сейчас фланги это просто мусор где просто ты стоишь светишь дырку и больше там делать нечего даже на птшки толком стоять там нет смысла потому что ты просто потеряешь кучу времени ни на что пт в основном играбельный становится когда твоя команда слилась и враги начинают нападать а пока твоя команда не слилась то особо то и заниматься в игре нечем и прикрывать особо нечего это повезет если враги будут подставляться в целом карта стала хуже играбельного пространства стало меньше и интереса находиться на этой карте тоже поэтому раньше карта нравилась сейчас не нравится можете написать свое мнение в комментариях помните ли вы вообще старый эрленберг нравился он вам не нравился и как вам нынешняя помойка дырявая с дырявыми домиками и странным коридорным геймплеем на здоровенной карте карта большая но по сути все жмутся в трех дырочках одна дырочка там в замке одна дырочка вон наверху на бугре и третья дырочка в городе город состоящий из двух улиц все это все играбельное пространство на этой карте очень скудная и маленькая поэтому такие вот пироги не знаю зачем превращать все карты в три дырки но картошка переводя карты в HD превратила в основном все карты в дырки почти все карты состоят из трех дыр на одном фланге одна дыра с одной дорожкой на другом фланге тоже самое дорожка бугорок там вообще не важно по сути ты туда смотришь и все ну и посередине какую-нибудь фиговину единственное что в картошке на картах отличается это середина тут разнообразие то замок какой-нибудь стоит то просто улица с одной улицей город с одной улицей то еще какая-нибудь фигня ну бывает еще озеро там посередине или еще какая-то нерабельная билиберда в целом карты просто очень скромные по своей вариативности стали и в основном геймплей стал просто коридорный лоб в лоб поэтому вот такие вот и бои получаются где какой-то фигней занимаешься никакой тактики ничего особо в этом бою вы на фоне не увидели и не увидите потому что на этой карте всего-то есть пару интересных позиций и и то они играются редко в основном играются бои вот так приехал поковырялся в городе пострелял на фланг если кто-то подставляется и все и больше в целом на этой карте делать нечего так с вами был Варчик играть красиво всем пока на фоне на фоне на фоне Продолжение следует...